Бизнес-анализ Сегодня наша задача будет посвящена датам, мы будем выполнять отчет под этим и те вопросы, которые вы задаете на занятиях, которые пришли ко мне, мы постараемся с вами их и посмотреть. И сразу скажу, что решение основного вопроса, основной проблемы легко решается в офисе 2016. То есть, собственно, эта проблема была и решена с появлением нового офиса. Это группировка по датам в отчете Куба ОЛОП или выгрузки из настройки ПАРПИЛ. Поэтому мы это с вами посмотрим. Вот, и для нас, вот в этом моменте, чтобы посмотреть существенно, будет то, что мы работаем в офисе 2016. Но та задача, которую мы с вами будем делать, уже, собственно, не важно, какой это будет офис, 13 или 16. А также мы с вами знаем, что эти настройки можно доустановить и в офис 2010. Итак, мы с вами не просто получим отчет, мы с вами не просто будем смотреть эксперименты, а нам хотелось бы уже создать какую-то более интересную модель данных для анализа. Поэтому у нас с вами будет именно сравнение итоговых значений по назначаемым произвольным периодам. Мы с вами рассмотрим, ну, например, сравнение по месяцам, по произвольным, по любым назначенным. И чуть позже мы откроем Excel, и, собственно, я начну с того, что покажу именно результат, к которому мы будем с вами стремиться. Но прежде чем мы начнем, я хочу представить себя. Я преподаватель центра «Специалист» Булаева Светлана Игоревна. Я веду офисные программы, но в центре моего внимания это Excel. И сейчас экзамены сдаются по офису 2013. Вот вы видите статус «Мосмастер-2013». Вот, и если какие у вас будут вопросы, конкретные вопросы, вот мой электронный адрес «Булаева Светлана Игоревна Светлана». Итак, появились новые надстройки. И мы с вами будем работать надстройкой PowerPivot. У вас частично присутствуют эти слайды в презентации. То есть у вас сейчас присутствует самое такое необходимое. Итак, поскольку у нас группа слушателей, которые, может быть, впервые слышали об этих настройках, поэтому общие вот эти вот моменты я повторяю. То, что нас интересует, то, что в центре внимания, это PowerPivot. Когда мы говорим о наших проблемах, связанных с анализом данных, то, скорее всего, мы говорим о том, что наши данные мы закидываем в новое пространство, в новый интерфейс. Это модель данных, которая, собственно, и представляет себя настройка PowerPivot. И прежде всего, сейчас я несколько повторю информацию, которую мы с вами раньше рассматривали. Но сейчас это я сделаю быстро. Итак, на листочке у вас миллион записей, а у вас много-много различных источников, и вам надо обработать до 100 миллионов записей. Закидываем все эти данные в модель данных. Пожалуйста. Далее. А теперь вспомним работу со сводными таблицами и задачи, на которые, собственно, мы и расстались на прошлом семинаре. Вот у нас есть таблица. И нам нужно получать многочисленные отчеты сводной таблицы по менеджерам, по городам и так далее. И мы с вами учились создавать вычисляемые поля в каждом отчете. Ну, показывали, может быть, не показывали. Не знаю. И тогда встает вопрос, ну это же ужасно. НДС, одни и те же проценты, в каждом отчете, связанные с одним источником. И что мы делаем? Мы с вами закидываем наши данные, может быть, из многих источников, может быть, из одной таблицы, в модель данных и создаем вычисляемые поля в модели. Причем у нас появляется язык, который основан на наших функциях, но который имеет новые элементы. Это язык DAX. То есть мы можем писать различные функции. Ну, НДС – это самое элементарное. Взять данные уже в самом деле изразительных, что мы писали, это самое элементарное. Это мы все купили. И таким образом у нас появляется уже в модели поле НДС, мы его выставляем уже в отчетах. То есть каждый раз заново нам это делать не нужно. Когда мы работаем со многими таблицами, а вот сегодня мы этого коснемся и мы это проделаем, то нам необходимо будет показывать связи. Давайте вспомним функцию ВПР. Мы же не просто извлекаем из другой таблицы данные. Мы связываем и говорим, что нам нужны данные, например, по наименованиям. Поэтому также мы закидываем в модель данных. Далее. Но если у нас кривые таблицы неправильные и подготовленные, это означает, что нам на помощь приходит настройка Power Query. Именно в ней мы можем с вами эту кривизну и, собственно, менять и исправлять. Например, склеивать кусочки и затем выгрузка. Или непосредственно в таблицу, непосредственно в Excel. Или мы закидываем наши данные в модель данных, но уже после Power Query. В 13 версии у нас с вами Power Query добавляется дополнительной вкладочкой. Вот мы ее видим здесь на экране. А в 16 офисе я покажу, то есть это уже является частью интерфейса. Вот самого названия мы с вами не найдем. Мы просто будем работать с командой. Но обратите внимание, почему я сейчас не обращаюсь к Power Query. Один мой семинар был посвящен этой надстройке. Мы рассматривали задачи. Нам как бы этого хватило, чтобы познакомиться. Но с чем вы можете столкнуться? Вы назначаете команду и вдруг идет такое сообщение. Вы не можете воспользоваться командами, если у вас Internet Explorer менее 9 версии. Поэтому будьте к этому готовы. То есть это надо доустановить. Вот сейчас у меня нет необходимости работать с этой настройкой, но я столкнулась, что слушатель был не готов именно Internet Explorer. Обратите на это внимание. Далее я вспоминаю задачу, которая была связана с датами. И собственно вот если такую сводку делать по датам, то обратите внимание. И собственно вот кто присутствует, тоже обратите внимание. Все начинается с того, что наши данные могут быть неправильно подготовлены. Поэтому у девушки была задача, когда по каждой дате шли заявки, шли обращения. И затем надо было создать сводную таблицу и по назначенной дате уже показывать результаты. Причем показывать результаты. То есть что получается? У нас каждый столбец или каждое поле со своей датой. Что надо было делать? Надо было эти столбцы, каждый сам по себе превратить или преобразовать в единое поле. Вот собственно мы это подробно рассматривали на одном из семинаров. И прямо здесь в презентации я даю ссылку на этот семинар. То есть такая ссылочка у меня появилась. Вы можете послушать. И вот эти задачи мы с вами решали. Вы можете их еще посмотреть. Дарья, сразу же мы говорим о том, когда не стоит использовать PowerPay. Когда у вас простейшие задачи. Когда у вас один источник. И нет проблем работы со многими источниками. Когда у вас совсем небольшая таблица. Когда у вас таблица идеально подготовлена для нашей работы. Ну я бы сказала, что это те наши таблички учебные, которые совсем небольшие. И на которых мы смотрим инструменты. То есть никаких проблем с этими таблицами нет. И собственно настройки нам и не нужны. Когда появляются проблемы. Я думаю, что скорее всего надо какую-то надстройку использовать, чтобы ее решать. Итак. И сразу обратим внимание, что если мы пишем наши формулы. Мы создаем вычисляемые поля именно в надстройках. То обработка этих формул занимает намного меньше времени, чем эта формула именно в таблицах Excel. Вот поэтому некоторые обращаются с тем, что не могут час-два просто открыть файл. Вот. Но вот это мы будем с вами иметь в виду. И вот теперь собственно мы переходим непосредственно к нашей теме. Создание. Создание отчетов по датам. Создание интересного отчета. Итак, чтобы сейчас перейти непосредственно к работе, мы с вами можем обратиться к нашим папочкам. То есть вот наши материалы. И сначала мы посмотрим собственно тот результат, который мы ожидаем получить. И наш файлик называется доставка результат. Четвертый. Заодно мы посмотрим, как все это и открывается. То есть мы можем перейти быстро к правой кнопочке мышки по листочкам. Нас интересует листочек с результатом. Итак, давайте посмотрим. Значит, речь идет о том, что у нас одна таблица. Одна исходная таблица. На самом деле у нас может быть и много таблиц. Вот, сейчас скажу, где она у нас. Вот, доставка. Самая первая табличка. У нас может быть и много таблиц. То есть суть не в этом. То есть мы уже обсуждали о том, что может быть и много источников. А сейчас речь идет о том, что мы в одном отчете хотим произвольным образом смотреть результаты за разные периоды. Итак, я напомню, что мы с вами можем добавлять временную шкалу. И вот сейчас на основе наших данных я хочу посмотреть в первом столбце. Ну, давай дырочек. Вот. То есть вот наша таблица результатов. Я ее никак не визуализировала. Понимаю, что просто по времени визуализировать вместе мы не сможем. Поэтому сейчас нас интересует на уровне результата. Вот. Итак, то есть первый наш САЭС – это первый наш столбец. То есть я назначила отчет за март месяц и вот данные за март месяц. Далее я хочу здесь же рядом получить запроизвольный, например, за август месяц. То есть вот эти данные – это за август месяц. То есть у нас на основе, ну, как бы исходной одной таблицы мы хотим сделать так, чтобы временные срезы работали разным образом. Значит, это не удается, если обращаться непосредственно к одной таблице. Это мы можем сделать, если мы сделаем дубль этой таблицы. Но речь идет о том, что обработка все идет в настройке PowerPivot. Не просто непосредственно в Excel, прямо здесь. А мы это будем делать через настройку PowerPivot. Со всеми теми новыми возможностями, которые у нас в принципе могут быть. То есть сейчас мы рассматриваем лишь маленький кусочек такой нашей работы. Хорошо. Итак, значит, мы увидели, что это возможно. Давайте закрываем. Сейчас я просто посмотрю, что как открывается. Значит, если вы, если возникает вопрос, а вообще в чем проблема, о чем идет речь, то давайте с самого начала доставка, постановка задачи. Итак, речь идет о том, что вот у нас с вами исходная таблица. Исходная таблица. Да, конструктор, работа с таблицами. И если мы создаем сводную таблицу, мы это умеем делать. И если мы добавим срезы, а мы это добавим чуть позже, мы все это сделаем, то обратите внимание, что назначая на одном срезе какой-то месяц, у нас, собственно, работает все синхронно. То есть проблема в том, что мы не можем вот так сразу непосредственно назначить разные периоды. На основе обычной таблицы. То есть у нас все синхронизировано, все дублируется. То есть мы бы хотели разные периоды, а у нас не получается. Вот это начало. Далее. 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 Давайте начнем с того, что может быть у вас простая табличка, может быть у вас правильная таблица, может быть у вас вообще никаких проблем нет, и единственная проблема состояла только в том, что необходима была группировка дат по годам, по кварталам, по месяцам. Давайте посмотрим. Значит, мы с вами можем просто создать вставка, мы с вами создаем сводную таблицу, мы создаем на новом листе, ну, на любом новом листе, мы нажимаем с вами ОК, и на новом листе мы с вами видим даты исполнения, ну, например, стоимость доставки. Обратите внимание, что начиная с 16-й версии, когда мы выставляем дату, то она у нас сразу группируется. Она у нас сейчас группирована по месяцам, по месяцам, просто даты исполнения, ну, и допустим, еще стоимость. Далее. Правой кнопочкой мышки мы можем вызвать группировать, и, например, дни нам не нужны, месяцы, кварталы, годы, то есть вот, пожалуйста, или сразу, или мы добавляем группировку. И проблема, которая появилась в настройке PowerPilot, заключается в том, заключалась в том, что мы не можем назначить группировку в модели данных. И эта проблема решена, и давайте мы это посмотрим, а заодно и повторим наши обычные действия по созданию модели данных. Итак, пожалуйста, значит, этот отчет мы удаляем. Удалить. Сейчас мы оставим доставку. Давайте этот отчет удалим. И вот мы удалим вот эти все лишние поля. То есть вот у нас доставка. И я напомню, напомню, как помещать таблицу в модель данных. Итак, ну, во-первых, у нас должен быть обязательно назначен режим таблицы. Значит, мы смотрим, режим таблицы назначен, и имя нашей таблицы доставка есть. Это мы знаем. Далее. Далее. Как доустановить или как назначить PowerPilot? Значит, мы... Я уже назначила. Мы с вами видим... Мы видим вкладочку PowerPilot. Есть ли у вас этого нет, и есть ли у вас офис, начиная с 2013-го. Правой кнопкой мыши по ленте. И мы с вами назначаем... Мы с вами назначаем настройка ленты. Мы назначаем разработчик. Переходим на разработчика. И настройка ком. Настройка ком мы открываем и выставляем PowerPilot. Все остальные нам не нужны. То есть сейчас это все находится в офисе, только это надо активировать. Итак, мы с вами имеем таблицу, и мы ее назначаем, и мы переходим на вкладку PowerPilot. И мы закидываем... Мы закидываем в PowerPilot команды добавить в модель данных. Итак, пожалуйста, закидываем. Итак, добавить в модель данных. Ну, какое-то время должно, да? Сейчас тут у нас немножечко он думает. Вот. Итак, это новое пространство, это новый интерфейс PowerPilot. Обратите внимание, что у нас внизу каждый листочек будет содержать свое... будет содержать свою таблицу. Обратите внимание, что у нас появились появились вкладочки главная, конструктор, дополнительно связанная табличка, да? То есть те команды, с которыми мы с вами будем работать. И мы могли бы брать многие источники, мы могли бы обрабатывать, мы могли бы писать вычисляемые поля, но сейчас мы, может быть, единственное, что сделаем, это на вкладке «Главное» мы говорим о том, что время нам не нужно, ну, чтобы что-то сделать. И мы с вами назначим формат, стандартный формат. То есть вот, пожалуйста, мы это выполним. И далее мы выгружаем данные, мы выгружаем данные непосредственно в Excel из модели данных. Итак, мы с вами назначаем команду «Сводная таблица». Работа с таблицами, «Сводная таблица». И мы помещаем на новый лист. Причем обратите внимание, что два этих интерфейса, они параллельно у нас присутствуют. Поэтому вот сейчас мы можем, не закрывая один, один переходить в другой и так далее. Итак, у нас должны появиться, показать список полей. Если мы не видим, то мы добавляем. И давайте посмотрим. Нас интересует дата исполнения. Значит, мы дату исполнения переносим в строки. Вот. И вот та проблема, которая была, о которой постоянно все говорили, что у нас нет группировки при выгрузке из настройки PowerPin. И вот, пожалуйста, то есть нам даже не надо ничего придумывать, у нас автоматически группируется по годам, кварталам и месяцам. Ну и чтобы видеть результаты, давайте мы стоимость также добавим. Итак, вот эта проблема решена. И, соответственно, далее по месяцам и так далее. То есть раньше этого не было. Теперь обратите внимание, правая кнопочка мышки. И у нас при выгрузке из настройки PowerPin, у нас появилась команда группировать. И, собственно, это опять же связано с датами. То есть никаких проблем теперь уже нет. Не хотим мы кварталы. Вот мы убираем. И у нас будут итоги по месяцам. То есть проблем мы, да, вот этой группировки у нас нет. Устанавливаем офис 2016. Хорошо. Мы это получили. Ну, а теперь давайте посмотрим решение нашей задачки. То есть постановку мы с вами посмотрели. А теперь более подробно мы поработаем уже в другом файлике. Итак, мы возьмем с вами следующий файл «Доставка исходная». И начнем с того, что до 16-й версии у нас не было возможности, да, получать автоматическую группировку. И нам необходимо было в отчетах, собственно, получать данные по годам, по кварталам, по месяцам. И мы решали эту задачу двумя способами. Первый способ. Мы создавали таблицу «Дат» непосредственно в Excel. Или мы создаем непосредственно в Excel таблицу, в срезе которой будем получать итоговые значения. Значит, у нас есть таблица, которая правильно с точки зрения работы с настройкой, мы называем таблица фактов. Ну, то есть это непосредственно исходная таблица, в которой мы, по сути, набираем факты. Когда получен заказ, когда он выполнен, по какому, да, по какой стране, по какой доставке. Вот, пожалуйста, это мы говорим таблица фактов. Далее. Мы сейчас говорим таблицу «Дат», но фактически это измерение, по которому мы хотим получать отчеты. И как дополнительный бонус, пожалуйста, те функции обычного Excel, которые мы здесь назначаем. Пусть вас не смущают структурированные ссылочки таблицы, мы знаем, как их отменить или как их назначить. То есть функция… Добрый день. Затем. Мы не просто назвали «Квартал», а мы называем «Ключ квартал», потому что вы посмотрите эту функцию «Выбор», и мы с вами получаем только номера. Один или первый квартал и так далее. И далее для того, чтобы получить подпись… Подпись. Итак, и чтобы получить подписи, мы с вами цифру «Квартала» должны объединить непосредственно название. Далее. А также месяц-ключ. Функция месяц у нас не показывает месяц словом. Функция месяц показывает только число месяца. То есть первый, второй и так далее. Далее. Причем, обратите внимание, месяц мы получили, но далее мы можем столкнуться с тем, что у нас может быть английский интерфейс, может быть русский интерфейс. И в самый неподходящий момент английская начинка, американская начинка будет нам вытягивать английские названия. А поскольку мы, по сути, формируем таблицу с ключевыми полями, это означает, что если нас интересуют итоги за месяц-май, это значит, что месяц-май должен также прописан быть и во второй табличке. То есть изначально, заведомо, мы должны точно с вами быть уверены, что названия будут одинаковыми, что функция нам не вытащит английское название. Поэтому, вот я не говорю, что это удобно, что это хорошо, это очень долго. Но это один из способов, которым пользуется блок офиса 2016. То есть прописывают названия, соответственно с цифрами, и функция просмотра, собственно, делает подстановку. Находит число и подстановка. То же самое с днем недели. День недели это будет как ключ. Соответственно, день недели мы дальше с вами смотрим. Далее. А до этого говорили в главе. Мы хотим не просто получить по каждой дате, но может быть мы хотим еще посмотреть, посмотреть в срезе стран. Ну то есть дополнительное вот такое измерение. То есть здесь я хочу подчеркнуть как бы другой подход. Список, по которым, или правильно сказать, измерение, по которым мы хотим получить итоговые результаты, мы должны показывать отдельными таблицами. Хорошо. Итак, мы с вами сейчас имеем только таблицы. Теперь закидываем их в модель данных. Делаем это так же. Вот первая табличка. Переходим в PowerPivot. И закидываем. Добавить в модель данных. Возвращаемся. Таблица данных. То есть она у нас готова. И мы ее опять закидываем. Добавить в модель данных. Удобно, конечно, когда мы даем имена нашим табличкам. Вот первой табличке я дала имя доставка, а второй нет. Поэтому видим просто таблицу 2. Ну хорошо, возвращаемся. А имя где дается? Сейчас вот посмотрим. На вкладке конструктор, да, когда мы назначаем режим таблицы, то у нас автоматическое имя прописывается. Или всегда в этом окошечке мы с вами можем поменять. Итак, имя есть. И мы с вами опять закидываем добавить в модель данных. Хорошо. Итак, в модели у нас 3 таблицы. Сразу хочу показать, что на вкладке «Главное» у нас есть табличное представление, а есть представление в виде диаграмм. Итак, найдите вот эту кнопочку «Представление диаграммы». Ну, пока это только заготовка. Вот сейчас это говорит о том, что мы закинули в модель, и вот мы их видим. Далее. Далее. Может быть, вот что сразу можно сделать? Нам не нужны все поля. Там, где у нас вот эти цифры, кварталы, цифры, месяцы и так далее, собственно, это наш рабочий момент. Если мы все так оставим, то в сводных таблицах, с которыми мы будем уже в Excel работать и набирать наши данные, вот, то эти поля будут видны, они будут загромождать место, поэтому очень часто пользуются тем, что или здесь, или в табличном виде мы скрываем эти поля правой кнопочкой мышки, и мы говорим «Скрыть» из набора клиентских средств. То есть это означает, что в самом Excel, в самом отчете, они уже будут не видны. Удобно очень скрыть и недели, и мы с вами скрываем. Далее, далее, вернемся к табличному виду. И у нас таблица 2, вот она, эта табличка. То есть мы могли здесь скрывать, вот они, видите, они погашены немножко у нас. Далее. Для того, чтобы на основе этой таблицы можно было бы выполнять вот эту временную шкалу, мы должны с вами перейти на вкладку «Конструктор». И вот, собственно, кто уже сталкивался с работой в этой настройках и внимательно смотрел команды, спрашивает, «А что это за таблица дат?» «Что это за пометить как таблицу дат?» Итак, для того, чтобы были возможны все команды непосредственно в Excel, и чтобы временная шкала была также нам доступна, мы с вами назначаем поместить, пометить как таблицу дат. Пометить как таблицу дат. И далее нам достаточно, чтобы хотя бы одно поле было с датой, и мы с вами говорим, да, что вот мы ориентируемся, что у нас дата в поле дата. Ну, то есть все по умолчанию. Просто пометить и окей. И только это дает нам возможность дальше полноценно уже работать. И далее вот таблицы дат, да, то есть можно это здесь сделать, можно уже с готовой табличкой делать. Хорошо. Значит, а если мы с вами вернемся на вкладку «Главное», и если мы с вами перейдем опять в представление диаграмм, то давайте посмотрим. Значит, в этом срезе мы с вами хотим получать итоги. Фактически год, квартал и месяц – это поля, которые опираются на исходную дату. И чтобы получать итоговые значения из таблицы «Доставка», то мы связываем, мы связываем эти поля. Дата исполнения вот прямо хватаем и физически организовываем связь с датой. Далее. Если мы хотим с вами получать итоговые значения по странам, то есть мы с вами хватаем страна-получателя и переносим в наше вот это дополнительное измерение страны-получателя. То есть вот по этой каждой стране. То есть стран у нас много. Ну, например, там Англия, 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 Англия. А вот эти таблички показывают, что мы хотим получить итоги. И здесь уникальный список стран. То есть вы можете это посмотреть, можете это проверить. Итак, у нас все готово для получения одной временной шкалы. Возвращаемся в Excel, в обычный Excel. И для того, чтобы на основе вот этой таблички сделать вторую независимую шкалу, второй отчет, нам по сути надо вот эту табличку закинуть опять в модель данных. То есть у нас получается как бы два источника. Другой, вот я не затрагиваю сейчас вопрос, а как сделать так, если таблички меняются, обновляются, как сделать так, чтобы они связаны были. Это все можно организовать, но это будет уже более сложная модель. А сейчас мы говорим, что вот она, вот она табличка. И в чем здесь проблема, которую, собственно, я предлагаю посмотреть, как решается. Мы не можем одну и ту же таблицу просто так закинуть в модель данных. То есть если мы сейчас вот ее же покажем, добавить в модель данных, программа скажет, что это невозможно. Что такая модель уже существует. Поэтому нам по сути надо сделать клон. Сделать как-то другим способом. Теперь еще такой момент. Мы закидываем с вами эту табличку в модель данных, и то, что мы видим с вами в модели данных, она связана с этим источником. То есть у нас все будет обновляться. То, что мы здесь будем вменять, в модели данных тоже может обновляться. Поэтому можно сказать, что у нас есть подключение. У нас есть обращение вот к этим таблицам, как к источнику каких-то данных, на основе которых есть зависимые таблицы именно в модели. Поэтому мы сейчас не просто сразу вот так напрямую это делаем, а мы с вами переходим в данные. Данные. Итак, пожалуйста, мы с вами выходим из этой таблички. Выходим из таблички. И все свернуто. Почему? У нас добавлены новые команды, поэтому группа свернута, получение внешних данных. И вот, собственно, нас интересует команда, существующие подключения. Итак, пожалуйста, мы кликаем. И мы говорим, что наши данные находятся в режиме таблицы. Поэтому мы переходим на вкладку таблицы. И вот, собственно, наши таблички. И нас интересует доставка и таблица дат. Поэтому мы показываем доставка и открыть. Мы с вами помещаем, помещаем на новый лист в виде таблицы. То есть это получается клон нашей вот этой таблички. И мы нажимаем ОК. Так, хорошо. И самое главное, самое главное, что мы опираемся на тот источник. Мы сейчас не можем закидывать в модель, если эта связь у нас сохранится. Поэтому мы с вами, мы с вами разрываем эту связь. Прямо здесь на вкладочке конструктора мы видим команду «Разорвать связь». Вы хотите продолжить? ОК. С таблицей дат делаем все то же самое. Итак, пожалуйста, таблица дат. Значит, мы опять переходим на данные. Мы с вами, только надо находиться не в таблице. Мы можем вообще на новом листе находиться, именно прямо туда же и вставлять. Сейчас это не важно. Но мы с вами назначаем опять существующие поручения. То есть, по сути, мы работаем сейчас с запросами. Вот это окошечко запросов. Мы с вами опять переходим на таблицу. Мы увидели появление еще одной таблицы. И обращаемся к таблице 2. И опять открыть. И опять на новый лист. И мы с вами нажимаем ОК. И разрываем связь. И ОК. Итак, и закидываем, и закидываем, и закидываем эти таблички в модель данных. Но чтобы нам не перепутать, чтобы нам было понятно, где какие таблицы, то, вот в этой, во второй табличке, давайте мы напишем. Не просто дата, а дата сравнения. Сравнение. И мы эту таблицу сейчас делаем все то же самое с этой таблицей. То есть, вот, и у нас называется таблица 2. Давайте мы не таблица 2, а напишем дата сравнения. Ну, то есть, как-то нам надо их обозначить по-разному. Без пробелов. И закидываем в модель данных. PowerPilot. Добавить в модель данных. И вот у нас дата сравнения, вот она у нас появляется. Возвращаемся в Excel. И находим, где у нас появился, ну, мы не переименовывали листочки. Вот у нас лист 1, вот и наша таблица. И опять на вкладке конструктор, таблица доставка 2. Давайте назовем не таблицу доставка 2, а доставка сравнения. Доставка сравнения. И мы закидываем ее в PowerPilot. Добавить в модель данных. Вот. Закинули, успели? Нет, я не успею. Я лучше. Нет, подождите, подождите. Переименовывать не обязательно. Итак, мы с вами получили, вот мы добавили два листочка. Лист 1, лист 2. Это новые листочки. Значит, мы с вами на вкладке конструктор или поменяли имя, или не поменяли. Итак, лист 1 показывает нам вот эту табличку, и мы с вами меняем имя. Доставка сравнения. Лист 2. Это табличка с датами. И затем, вы эту табличку, после того, как переименовали, мы переходим на PowerPilot и закидываем в модель данных. И теперь наводим порядок с нашими моделями, с нашей моделью. Итак, переходим в PowerPilot. У нас практически уже все готово. Первое, что надо иметь в виду. То есть фактически мы сейчас получили двойно, два источника. Мы получили дубль. Важно, что первый комплект не был связан со вторым комплектом. То есть у нас второй комплект – это также доставка, и второй комплект – это та же дата. То есть делаем все то же самое. Мы можем с вами, чтобы не загромождать, мы скрываем с вами. И эту таблицу мы также с вами на вкладке конструкта должны пометить как таблицу даты. Пометить как таблицу даты. И у нас автоматически определяются даты, столбец, дата, сравнение. Все замечательно. И теперь мы с вами назначаем дата с датой исполнения. И посмотрите, пожалуйста, мы с вами можем получать данные по странам. И мы хотим сравнивать разные периоды, но вот сейчас по тому же списку у нас с вами будут определяться итоги по второй табличке. Поэтому страна получателя, то есть список или измерение, мы также можем с вами соединить со страной получателя. Ну, по-моему, все готово. И давайте посмотрим, все ли у нас получилось. Хорошо. Итак, мы с вами создали модель. Мы с вами возвращаемся на вкладку «Главное». Ну, и вот теперь, получив такую модель, мы с любой таблички возвращаемся в Excel. И выгрузка этих данных, выгрузка из данных модели в Excel в виде сводной таблицы. В виде особой сводной таблички. То есть мы с вами назначаем сводную таблицу. И пусть это будет на новом листе. Окей. И этот лист, чтобы мы его не перепутали, я называю результат. Результат. Ну, и давайте посмотрим. Значит, нас прежде всего интересует, что итоговое значение, итоговое значение, значит, месяца, кварталы по странам, да. То есть мы страны возьмем, перенесем. Итак, страны берем, переносим строки. Вот они у нас, страны. Страны. И нас интересует из доставки итоговое значение. Давайте посмотрим стоимость доставки. И нас интересует стоимость доставки из второй таблички, которую мы назвали «Доставка сравнений». Значит, мы с вами стоимость доставки берем из второй таблицы. И сейчас у нас с вами все одинаково. И там, и там. Так, хорошо. Но это две таблички мы с вами видим. Ну и теперь осталось сделать штрих, последний штрих, и давайте проверим. Значит, это уже иксы, да. Это уже наш отчет. И мы обращаемся в анализ, и мы вставляем временную шкалу. Итак, и мы с вами, и мы с вами осталось вставить временные шкалы. Итак, пожалуйста, вставляем временную шкалу. Так, что нас интересует? Нас интересует все. Приходим на все. И нас интересует по таблице «Дата». Сейчас посмотрим. Итак, нас интересует просто таблица «Дата». И нас интересует вторая табличка «Дата сравнения». И мы нажимаем «Ок». И вот наши временные шкалы появились. И мы с вами давайте назначим. Итак, первая шкала мы назначаем июль месяц. А вторая шкала, ну, например, «Декабрь». То есть вот, пожалуйста, мы добились того, что мы можем с вами теперь не синхронно получать результаты, а отдельно. Ну, и здесь последние штрихи, чтобы просто было красиво. Если мы с вами назначим кварталы, а потом назначим месяцы, то они у нас просто лучше распределятся. Или, ну, вот сейчас немножко не хватает места. Можно сделать побольше, чтобы все у нас получилось. Так, сделать побольше, покрасивее. Ну, то есть вопрос только в том, чтобы сейчас уже покрасивее это расположить. Итак, мы добились с вами того, что можно назначать произвольным образом различные периоды и, собственно, их сравнивать. А вот дальше непосредственно сравнение самих значений мы могли бы добавить вычисляемые поля в модель. Мы могли бы вывести непосредственно еще один столбец по сравнению этих результатов. Но последний штрих. Последний штрих. Мы с вами исходили из того, что у нас предыдущие версии, и что, собственно, вот так вот сложно приходится организовывать эту таблицу дат. То есть она уже готова. То есть вам с ней еще надо разобраться. Вот эту задачку мы здесь выполнили. Вот я закрываю, потому что мы здесь закончили. Но если мы с вами посмотрим также файлик 4, но с упрощенной датой, то мы увидим, что поскольку теперь у нас автоматическая группировка, то нам не надо вот эта вся таблица. Нам достаточно просто показать таблицу дат, ну просто отдельные числа, и группировка по годам, по месяцам, по кварталам происходит автоматически. Вот эти все вычисления теперь уже лишние. И с вами остаются вот эти файлики, поэтому вы в любой момент уже в готовых решениях можете зайти. А вот как заходить, если вот у нас уже все сделано, как заходить? Или в 16-й версии мы нажимаем кнопочку на вкладке «Данные», или на вкладке «Парапивод» мы с вами в первую кнопочку управления заходим, и перед нами, собственно, готовое решение. Хотите в виде диаграмм посмотреть? То есть вот, пожалуйста, в виде диаграмм, то, что мы делали, мы связи посмотрели. Или к вам приходят уже какие-то готовые решения, вот вы всегда можете это посмотреть и поконтролировать. То есть вот сейчас, прежде всего, интересует именно модель данных, вот, то есть как она создана, да, какие измерения мы с вами сделали для того, чтобы получить нужный нам отчет. Вот, поэтому сейчас центры внимания – это, конечно, работа с моделью данных. И завершая наш семинар, значит, мы с вами сегодня создали модель данных, да, то есть мы поработали с моделью, не просто обычным образом показывая, как закинуть, как выгрузить, да, а уже получили какой-то более интересный, более сложный отчет, да. Вот смысл бизнес-анализа, который мы с вами, собственно, сделали из многих источников, из различных таблиц, мы с вами закидываем в PowerPivot и дальше выгружаем в виде сводной таблички, которая называется «Убкома». Дальше можно ей еще привлекать дополнительно PowerView, настройку, для получения более интересных результатов. Но, собственно, весь наш тренинг проходил в рамках нашего курса, который называется «Бизнес-аналитика с использованием новых надстроев». Этот курс у нас называется «Эксель шестая часть». И я вас приглашаю и до скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok